Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня гость открытой студии Академик Российской Академии Наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Иванович Колесников. Здравствуйте, Сергей Иванович! Добрый день! Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом? Какова реальная ситуация? И чем мы можем объяснить скачки заболеваемости и, в свою очередь, достоверность статистики? Как вы оцениваете? Пандемия, которая началась фактически с начала января, потому что декабрь – это только первые единичные случаи были зафиксированы, она приближается в ряде стран к издыханию, что называется, то есть к завершению, а другие страны набирают пока количество заражающихся, соответственно, и больных набирают, и поэтому в целом по миру картина очень разнообразная, если ряд стран уже выходят из истерики и паники, другие страны в эту панику, надеюсь, не попадут, для них будет уроком то, что произошло с предыдущими странами по многим параметрам, ну и такой же будет примерно 5-6-месячный цикл, как и в большинстве стран, которые сейчас переживают уже, так скажем, спад эпидемии. Ну и, соответственно, и численность вновь выявленных случаев начинает снижаться по всему миру, не только по тем странам, где пандемия уже фактически заканчивается, и также и в нашей стране такая же история. В Москве пик пройден, мы вышли уже на спад, спад, только не очень такой, как хотелось многим, что сначала очень бурный подъем, а потом бурный спад, при инфекционных заболеваниях такого не бывает, там довольно большой хвост, как я и говорил, уже два месяца назад, и хвост этот будет тянуться, и, скорее всего, дойдет до сезонной вспышки ноября-декабря этого года, потому что наверняка будет сезонная уже теперь вспышка, а не вторая волна, о которой так истерически сейчас многие говорят. Это будет просто сезонная вспышка коронавируса, как это есть по другим острым респираторным заболеваниям, среди которых четыре, между прочим, коронавируса. Четыре. Они среди нас гуляют, вызывают до двух процентов заболеваний, которые мы считаем гриппом, а это на самом деле коронавирус, четыре штуки. И мало того, в конце 19 века, 1890-х, похоже, впервые была зарегистрирована такая вспышка коронавируса, которая тогда называлась русским гриппом. Тогда вот ею болели, вот такие же симптомы, как коронавирусы вызывают. Но этот вирус поселился в нашей популяции. Четыре вируса живут спокойно, работают против нас в это время. И каждый сезон они активируются, потому что иммунитет у нас падает. Каждый раз они вызывают заболевания. Такая же ситуация, как мне представляется, будет и с этим коронавирусом. И эта паника, она, на мой взгляд, во многом раздута. Кем и зачем? Я не буду спекулировать, я не конспиролог. Но многие проблемы, видимо, решились, те, которые были поставлены в течение этой пандемии. В том числе проблема, так скажем, возможности изолирования больших людей, больших популяций. Может быть, даже и недовольных властями. Кто знает. Это один из способов, на мой взгляд, политического управления. Это атомизация общества, потому что разрозненными людьми управлять легче. Значительно. То есть тут решаются не только медицинские задачи, решается ряд политических задач. Что очень важно. Ну что в России Москва пошла на спад. И это радостно, и слава Богу. Те койки, которые были зарезервированы, они, похоже, не понадобятся. Тем более, те развернутые уже достаточно поздно зачем-то в выставочных центрах койки. Тем более, видимо, надо было оплатить выставочный центр. То, что у него выставки там не проводятся. Ну вот каким-то образом. Ну вот вы избрали такой способ. Наверное. Я не хочу никого ни в чем обвинять. Это моя непрофессиональная, так бытовая точка, назовем зрение. Может и нужен был такой резерв. Может и боялись всего этого дела. Наделано много ошибок, конечно, в это время. И сейчас продолжают делаться ошибки. Гуляние в перчатках, допустим. Вообще бред всего и кобылы. Ну, видим, кому-то надо. Тоже опять же тут... Надо искать кому, как говорил Владимир Личлинин. Надо искать, кому это выгодно. Так что Москва выходит из зоны угрозы. Территории потихонечку у них, значит, выходят. Они похожи на оплату. Видимо, пик там тоже проходит. И через, я думаю, месяц мы увидим спад в целом по стране. И довольно большой. Но тем не менее, Сергей Иванович, вы как оцениваете в столице ситуацию? Она все еще остается сложной? Ведь все-таки в мае статистика посмертности от COVID-19, она постоянно росла. Тогда почему получается, что с 1 июня в Москве появляется второй этап смягчения ограничений? Дело в том, что динамика заболевания вирусом, вот этим COVID-19, называется SARS-CoV-2, если правильно, это вирус. А сама болезнь называется COVID-19. Это отдельно вирус, отдельно болезнь. Потому что вирус не всегда вызывает болезнь. Он еще просто гуляет. Какая динамика? Первые обычно проявляются по статистике симптомы легкого или неважно какого заболевания в течение 5-7 дней. Человек заразился, поговорили мы с вами, не через телевизор. И через 5-7 дней примерно 60% заболевает. Примерно. Он довольно заразный, этот коронавирус. И вот 5-7 дней появляются первые симптомы заболеваний. Если никаких осложнений, никакого ухудшения нет, через 10-14 дней человек уже перестает даже выделять вирусы. То есть он становится незаразным. Но наиболее заразный период, эти первые 5-7 дней, ну и потом, естественно, поскольку человек уже тогда его изолирует, там уже менее опасные становятся. Он заражает от 2 до 3 человек в среднем. Затем начинается болезнь. Болезнь может протекать бессимптомно. Человек вообще ничего не чувствует. Ну просто носит вирус. Вирус там погулял, погулял, не нашел ничего интересного. Вот там 2-3 клетки заразил. Вот эти клетки иммунной системой уничтожены. И привет, до свидания. Нет вируса. Вызвал иммунитет какой-то или не вызвал иммунитет. Ну обычно вызывает. Иммунитет он вызывает. Если средняя степень болезни, то она где-то дней 10 течет. Примерно 10 дней. После этого человек тоже выздоравливает. Ну говорят, остаются у него очаги в легких. Некие очаги склерозирования в легких. Которые непонятно будут проходить, не будут проходить. Но врачи многие считают, что это пройдет. Может быть даже бесследно. И если это средне тяжелое и тяжелое заболевание, оно длится уже неделями. Особенно если это тяжелое заболевание. Если человек попадает в клинику уже в средне тяжелом-тяжелом состоянии. В этом случае все зависит от того, как дальше будет идти. Если его довели только до аппарата поддержки кислородной. Не более того. Там СИПАПы есть. Просто кислородная масочная, так сказать, для обывателя поддержка. То тогда он постепенно выходит из этого состояния. И после этого считается, что 28 дней. Он примерно может находиться в клинике, а может и больше. Если о искусственной вентиляции легких, это вообще неприятная вещь. Потому что если доводят до вот этой принудительной искусственной вентиляции легких. Человек, попавший на вот такой вентилятор, искусственную вентиляцию легких. К сожалению, только от 10 до 40% больных выходят из этого состояния. Остальные умирают. То есть главное не допустить человека до искусственной вентиляции легких. Если у нас пик заболеваний был в Москве две недели назад. То сейчас будет идти постепенно нарастание количества смертельных случаев. Смертей. Вторая причина нарастания смертности это изменение статистики. Об этом давно говорили. Дело в том, что поначалу, ну это и это обосновано. Тут нельзя никого упрекать в том, что это сокрытие какой-то информации. Там фальсификация информации. Не в этом дело. Просто была такая концепция, что смерть от коронавируса устанавливается тогда, когда у человека есть пневмония тяжелая и он умер от дыхательной недостаточности вследствие пневмонии с наличием коронавируса. То есть основной причиной смерти является коронавирус и пневмония. И остальные случаи, которые, ну допустим, человек с тяжелым онкологическим заболеванием, человек с тяжелым сердечным заболеванием, человек с тяжелым диабетом. Ну есть много заболеваний, которые очень тяжелые. И вот эти заболевания, они фактически могут в любой момент стать причиной смерти этого человека. Они тяжелые потому что. А коронавирус подтолкнул их к этому. Просто у него температура поднялась или свертываемость крови немножко от коронавируса поднялась. У него возник инфаркт, инсульт, значит изменение уровня глюкозы, человек погиб. Считалось, что это не смерть от коронавируса, а смерть с коронавирусом. И в основном так и регистрировались эти смерти. Но есть еще такая табличка подъема смертности. Просто многие об этом не знают и не говорят. Но есть многолетняя, допустим, смертность. В январе, феврале, марте, апреле, мае, июне. Неважно. По всему году раскладывается смертность. Основная смертность, допустим, от гриппа это поздняя осень, зима, ранняя весна. Вот идет вспышка гриппа. Начали делать что? Начали накладывать многолетние картинки на то, что сейчас происходит. Ну и получили некие горбики повышения смертности по сравнению с обычным многолетним уровнем. И стали говорить, что это все связано с коронавирусом. Стали обвинять нас, в том числе, там, ряд других стран, что мы не регистрируем коронавирус. А вот эта вся смертность плюсом, это от коронавируса. Ну так не бывает. Просто она еще связана с другими причинами повышения этой смертности. Вот эти вот все казусы статистики, Всемирная организация здравоохранения, она попыталась там рекомендации выпустить, как же все-таки регистрировать. И у нас небольшой вот сейчас прирост еще смертности, который идет, он связан еще и с этим. Есть еще один показатель, это коэффициент распространения инфекции. Буквально на днях было зафиксировано, что он растет. Можно ли рост этого коэффициента связывать с выходом из ограничительных мер? Я бы не стал связывать. Дело в том, что коэффициент зараженности прямую зависит от количества тестируемых. Вот чем больше ты людей тестируешь, тем больше ты выявляешь людей, у которых поселился коронавирус. Количество тестируемых зависит от количества зараженных, я повторяю. А от количества зараженных считают количество смертей. Второе. Экстраполяция не проводится. Если экстраполировать, можно, допустим, ты берешь популяцию, 10% потестировал, среди них выявил вот эти самые 1% или 2% зараженных или 3%. И говоришь, что тогда во всей стране пятая часть людей носит коронавирус. 20%. Это уж никто не делает. Рассчитывается просто количество выявленных тестами людей на миллион жителей. Вот же, что делается. Это показатель, который, к сожалению, отражает мало что. Еще один показатель, который до сих пор никак не хотят внедрять, это количество людей, которые, ну, сейчас начинается количество людей, которые имеют защитные либо антитела, либо не заражаются. Вот, если антитела есть у человека, это значит, что он встретился с коронавирусом. Неважно, болел он или бессимптомно перенес, неважно. Но он с ним встретился. А может быть, даже не с этим коронавирусом. Потому что немцы, нет, немцы, это американские иммунологи, провели исследование крови доноров, которые сдавали кровь в 2015-2018 годах. Об этом коронавирусе вообще ничего не было известно. Он же появился в ноябре-декабре прошлого года. А у них выявили реакцию иммунитета на этот вирус. То есть, что это значит? Что, он был раньше этот вирус? Да нет. Просто у человека есть защитные антитела к тем коронавирусам, которые циркулируют. А они являются одно время защитными. И не антитела. Т-клеточный иммунитет, так называемый. Антитела – это другой вопрос. Которые, так сказать, могут защитить от этого коронавирус. А Т-клеточный иммунитет – это так называемый, он близок к врожденному иммунитету. Он близок к, так называемый, адаптивный есть иммунитет, который защищает наши слизистые, глаз, рта, половых в том числе органов. Защищает от внедрения этих коронавирусов. Это же никто, пока до сих пор никто об этом не говорит особенно. Вот они показали, что да, даже у тех людей, которые жили раньше, есть защитные механизмы против данного коронавируса. Вторая вещь, которая тоже никак не объяснима с точки зрения наших сегодняшних апологетов этого коронавируса – это то, что внутрисемейное заражение отличается от расчетного. Ну вот расчетное какое? Если два члена семьи, ну не семьи, ну сожители назовем так, заражается, второй заражается всего лишь в 43%. Нет абсолютно такого, чтобы он заражался в 100%. Если членов семьи 3, то уже 35, 33 там процента. Если членов семьи более 4, то 18%. То есть только каждый пятый заражается. Каждый пятый. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас нечувствительных людей к заражению коронавирусом, данным коронавирусом, не менее 20%. Не менее. То есть если каждый второй только заражается, да? Вот два члена семьи, и только каждый второй, даже меньше, чем каждый второй, заражается. Значит о чем говорить? В популяции не менее 20%, а может до 40% людей, которые нечувствительны к коронавирусу данного типа. Постепенно раскручивается понимание самой болезни. И соответственно умение не довести человека до этого тяжелого состояния. А первая вспышка вот этих больших смертей, она была связана с тем, что и система здравоохранения была не готова еще плюс ко всему. Вот мы шли по пути оптимизации. По пути оптимизации по американскому стандарту. Сейчас появилась информация, последние исследования японских специалистов, что препарат Мельфенавир против ВИЧ может блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. Есть ли какие-то эффективные препараты, вот сейчас, чтобы были уже доказаны, что они действительно блокируют этот вирус? Доказательных, полностью доказательных исследований, которые бы, так скажем, международно верифицированы были, фактически нет. Все препараты, которые использовались, пока еще используются, препараты де-факто экспериментальны. Экспериментальны для данного заболевания. Они использовались при других заболеваниях. Вот вы говорите про японский препарат, фавипиравир, так называемый. У нас действительно сделали его аналог, джинстик. И зарегистрировал Минздрав его два дня назад или три дня. Три дня назад. Срегистрировал, причем в его инструкции написано, что он помогает. Что он является противовирусным препаратом. Вообще-то он разработан японцами, были Fuji Pharmaceutical. Был разработан, зарегистрирован в 2014 году. Как потенциальный препарат против гриппа. Тяжелого гриппа, вирусного. Но в Японии он почти не применяется. Когда первые были сообщения, что он помогает при коронавирусе в Китае. Потом какое-то было исследование в Японии по этому поводу. То, естественно, возникла очень большая надежда, что это будет замечательно. Что это просто вот наконец-то. Потом стали проводить сравнительные исследования. Действительно так или не так. При средне-тяжелых, при тяжелых случаях. Но оказалось, к сожалению, что доказательств немного. И сама Япония, которой вводим, в общем-то, должна быть заинтересована. У нее огромные запасы сейчас этого препарата. На всякий случай сделаны. И 80 стран к ней поначалу обратились с просьбой поставить этот препарат. И они сказали, что да, они готовы это делать. А сами почему-то его, как против коронавирусный препарат, не регистрируют. Вот до сих пор. Хотя говорили, что месяц назад зарегистрировали, потом отложили на две недели, потом отложили еще на две недели. Но так и не зарегистрировали его, как антикоронавирусный препарат. Ну, может быть, у наших фармацевтов больше доказательств того, что он эффективно работает. Но были сообщения. Может, он как-то модифицировать его нельзя. Потому что тогда нужно проводить заново все исследования. То есть, он должен быть точно такая же формула у него должна быть. Абсолютно. К нему можно чего-нибудь добавить. Словно говоря, тоже разрешенного. Какую-нибудь добавку сделать. Вот. По нашим сообщениям он работает очень эффективно. Чуть ли не в два раза сокращает сроки пребывания на больничной койке. Может, другие у нас люди. Может, другие схемы лечения. Не могу вам ничего тут сказать. Ну, я счастлив, что, да, вот в России зарегистрирован такой препарат. Второй препарат, который тоже зарегистрирован с показаниями против коронавируса. Наш препарат. Это мифлохин, так называемый. Федерального медико-биологического агентства. Это аналог гидроксихлорохина. Которым президент Трамп талдычит. Вот. Но про мифлохин я ничего вам сказать не могу. Гидроксихлорохин. Почему-то вот сейчас многие страны его исключают из схемы лечения. Как препарат потенциально очень опасный. Вот. Ну, там сердечная деятельность оказывает. Из тех, которые не... Я вообще не очень верю, что кроме вакцины какой-то противовирусный препарат будет отработан. Знаете почему? Это просто исходя из патогенеза. Вот этого заболевания. Вообще любого вирусного заболевания. Предупредить можно. Там вакцинами или защитными мерами. Там масками, там еще чем-то. Это, да, это правильно. Я сам сторонник вакцинации. Почему лекарства... Я очень сомневаюсь насчет лекарств противовирусных. Потому что вирус, против вируса можно эффективно бороться до того, как он попадает в клетку. А до того, как он попадает в клетку, никаких симптомов видимых, заболевания нет. И поэтому первые схемы, ну и сейчас, по-моему, схема Минздрава, гидроксихлорохин был внесен как профилактическое лекарство. Там его как лечебное рекомендовали, но в основном как профилактическое. Тех, кто имел интенсивный контакт с коронавирусными больными, им предлагалось выпить гидроксихлорохин. То есть вот медики, которые входят в красную зону, там полицейские, там еще кто-то вдруг попали с коронавирусным в тесный контакт. Вот давайте выпейте гидроксихлорохин. Тут я могу понять, что он может препятствовать связыванию вируса с клеткой. Как только он попал в клетку, у него начинается цикл размножения. Цикл размножения вовлекает собственные системы клетки, которые синтезируют белки для вируса, там, ну и так далее, и так далее. Поэтому можно как с ним только бороться? Либо связывая его в крови, этот вирус, тогда нужны антитела больше, вообще, против этого вируса. О чем сейчас говорится, есть уже отработаны даже антитела, плазму крови, вы знаете, переливают переболевших больных. То есть, его можно связывать в крови. Он, потому что он из клетки выползает в кровь или там в лимфу. И, значит, потом ползет к другой клетке и находит эту клетку, опять ее, значит, как шприцем прокалывает и ее начинает инфицировать. Тут я, вот эти вещи я могу понять. То есть, связывание и недопущение. Как только он попал в клетку, начался весь процесс, там противовирусный, как токтовой убивающий вирус препарат, одновременно может убить и клетку. То есть, он очень ядовит. Что и получилось с этим вот японским препаратом. Фавипировир очень ядовит. Почему японцы и остерегаются его включать в схемы лечения и, мало того, боятся его рекламировать, потому что, не дай бог, кто-то начнет его покупать и пить. Несет в себе огромный ущерб. Потому что он токсичен у беременных женщин. Вот доказано это, что он плод поражает. Вот почему я говорю, что вот это лекарство противовирусное, ну может и будет, не буду предрекать. А вот лекарства, которые помогают содержать размножение вируса, вот этот его процесс синтеза, его собратьев в клетки, это препараты, которые помогают стимулировать Т-клеточный, не Б-клеточный, а Т-клеточный иммунитет. Вот может быть, вот они, может быть, если эти препараты будут, это не специфические препараты. Они не против коронавируса, они против вируса вообще, против его, после размножения вируса, может быть и против других даже. Может быть, такие препараты, значит, они будут и против коронавируса работать. А следом уже начинается исключительно симптоматическое, в понятии большинства, вообще-то патогенетическая терапия. Ну, допустим, высочайшая температура, она ведь полезна, вообще-то, она убивает и бактерии, и вирусы. Но как только она превышает определенный порог, допустим, 39 градусов, и ползет выше, начинается проблема уже с деятельностью ферментов, значит, белков активных, которые в нашем организме работают. Они начинают, их деятельность начинает останавливаться, они начинают разрушаться. Это начинает уже действовать как отрицательную вещь. Вот эта грань, вот эта грань, да, норопонижающая. Вторая вещь, которая важна при этом, при этой патологии, это нарушение свертанности крови. Даже не свертанность крови, а это, скорее всего, пристеночные, в сосудах начинают образовываться тромбы. Это даже не совсем в целом свертанность крови. Если взять просто кровь, выделить ее в пробирке, посмотреть, насколько она свертывается лучше или хуже, она будет примерно так же, значит, свертываться. Там другая история. Там сам вирус проникает в клетки сосудов, туда залазит и разрушает. И почему это особенно опасно у пожилых людей? Потому что у них атеросклероз, у них сосуды нестойкие, у них через эндотели, а эти клеточки лежат под поверхностным слоем. Если он имеет дырки, то клетка проникла, в смысле, вирус проник, а там клеточка лежит, которая поддерживает вот это. В эту клетку залез, клетку взорвал, и все. И на это место сразу же садится тромб. Начинается процесс избыточного тромбообразования. Вот это открыли недавно шведы, что именно вот эти клетки поражаются. Почему сосудистый компонент так работает? Вот вопрос сразу же стал понятным. Кстати, об этом говорили наши ученые-врачи еще в феврале месяце, что один из процессов патологических в этой болячке, никто об этом не говорил, только наши, это нарушение свертанности крови внутрисосудистого. Начали применять препараты, которые нарушают, в смысле, свертанность крови снижают. На первых этапах типа аспириноподобных препаратов, на втором этапе уже гепарин и его производный гепарин. То, что в фиявках содержится, изначально содержалось. И потом на основе этого сделали гепарин. Это все, значит, стало понятно, что надо вот, не дай бог, не допустить свертанности крови в сосудах, потому что это в основном мелкие сосуды, они забиваются и привет. Или даже начинается рост у молодых, в том числе людей, инфарктов и инсультов. В Америке, в Нью-Йорке восемь раз поднялась смертность от инсультов и инфарктов у сорокалетних ребят, до сорока лет, в период вот разгара пандемии. Представляете? В восемь-десять раз. Сразу. Ну и потом второе, последнее, это вот тот самый пресловутый цитокиновый шторм, о котором все уже теперь знают это название, когда накапливается, выбрасывается большое количество провоспалительных цитокинов, так называемых. Сразу. Это защитная вообще реакция при внедрении чужеродных агентов. Это, в принципе, это как бы нормальная реакция. Но здесь это приобретает характер такого цепного, лавинообразного процесса. И он начинает из своей клетки гробить эти цитокины. Не только активирует нейтрофилы и макрофаги, которые сжирают бактерии, а вирус, он не бактерия, он хоть и крупный, этот вирус, этот вирус крупный, вот, рынковый вирус, но это не бактерия. Там-то нужно бактерию сожрать, ее в клетку загнать, кислородом активным убить, вот, слопать и, значит, все нормально. А тут не получается. И, кстати, вот это гипер такая реакция. Говорят, давайте стимулировать иммунитет. А тут наоборот, может быть, иммунитет надо во многом давить. Вот эта вещь, она, к сожалению, тоже стала понятна. Вернее, к счастью, стало понятно, что этот еще механизм есть. И постепенно вот сейчас люди, в смысле врачи, становятся все более и более готовы для того, чтобы спасать жизни пациента. Сейчас очень активно проводят вот это тестирование на антитела к новому коронавирусу. Насколько это тестирование может помочь предотвратить распространение вируса? И вообще зачем нам нужно это тестирование? Как оно нам может помочь? Тестирование предотвратить ничего не может. Оно может показать статистику. Статистику, встречался ли этот человек с коронавирусом. Если эти тесты на антитела специфичны, вот именно к этому коронавирусу, как я вам раньше рассказывал, они могут ничего не дать. Почему? Потому что они покажут именно к этому вирусу. Да, есть антитела, то есть у человека вирус этот был в организме и вызвал реакцию. Неважно, в виде болезни или в виде носительства временного, за время которого человек выработал эти антитела. Но если говорить о перекрестной иммунизации, то это будут заниженные данные. Мы будем иметь в популяции некий процент, но часто считается в Москве якобы 12-15%. Тех, кто тестируется, они имеют антитела. 12-15%. Это очень высокий. Ведь всего заболевших в Москве 180 тысяч. Это сколько? Это менее 1%. А выявляемость в 10 раз выше. По крайней мере. Ну и как? И как? Ну то есть это говорит как раз таки об этой иммунной прослойке, на которую ссылаются при... Да, человек встретился с коронавирусом. Он встречался в своей ли жизни, вот встречался с коронавирусом. Или может у него какие-то антитела вырабатываются, что называется. Исторически, я тут не специалист, но то, что он встретился с этим коронавирусом, да. Он с ним встретился. Насколько эти антитела его дальше будут защищать? Вопрос. Потому что, что выявили китайцы? Чтобы вы просто знали. Они взяли порядка 200 человек. Или больше. Там больше даже было. И померили переболевших. Переболевших, я подчеркиваю. Взяли у них антитела. У 12% этих людей антитела выявлены не были. Вообще. Их не было. Даже говорили о том, что давайте введем иммунные паспорта, чтобы людей принимать где-то или не принимать где-то. Вот если у них есть, условно говоря, паспорт записывать, как группу крови. Что у них вот антитела к коронавирусу. И вот тогда мы его в нашу страну пускаем. Или на курорт пускаем. Или еще куда пускаем. Вот это вообще полный бред. Слава богу, от этого бреда большая часть стран мира отказалась. Сейчас очень активно обсуждается, вызывает очень много вопросов, тревожит наших граждан. Это обещанная к осени вакцинация россиян. Причем возникают вопросы. Откуда такая спешка? Насколько уже разработана эта вакцина? Насколько она эффективна? Насколько она безопасна? Разрабатывать вакцину, конечно, надо. Раз эта инфекция будет селиться среди нас, так же, как инфекции гриппозные, как ряд других инфекций, детские инфекции. Началась гонка. Это второй вариант. Первое, что надо людей защитить срочно. Благая такая идея, правильная. Никто против нее не возражает. А второе, кто первый разработает, тот и заработает. Чисто рыночный вариант. Это все говорят, это престиж ученых. Да бросьте. Ученые действительно престиж. Это да, я как ученый могу сказать, что если я первый что-то сделал, я буду гордиться всю жизнь. И так каждый ученый. И разработать какую-то вакцину, которая спасет человечество. Вот почему вспоминают наших Чумакома, Смородинцева и Себина. А тут началась гонка больше фармкомпаний. Кроме научных школ еще фармкомпаний. И большие деньги обещаны или выделены даже на это дело. Теперь вопрос возникает, кто сделает первую вакцину. Начали говорить о том, что давайте будем все это делать по ускоренному пути, перескакивая через фазы апробации. А что значит фаза апробации? Есть сообщение. Разработали вакцину. И ВОЗ таких уже 100 с лишним вакцин, как перспективных, в свой список включил всемирные организации. В здравоохранении там больше 100 вакцин, которые разрабатываются в разных странах. В том числе штук 11 из нашей страны вакцин. Потенциальных, я повторяю. На добровольцах сейчас начинается испытание. Основное, что хотят получить в таком ускоренном порядке, выработка антител. Выработка антител, да, доказана будет выработка антител. И потом сразу же приступать к масштабированию производства этой вакцины. Где-нибудь в сентябре, условно говоря. Но тебе ввели в июне, через месяц у тебя определили, что у тебя есть антитела, и дальше гуляй. Что значит гуляй? А может у тебя что-то там появится? Вот в тех предыдущих вакцинах, которые разрабатывались, там вот эта иммунопатология. Так называемая антител усиленная иммунопатология возникала. Антител стимулированная, вернее, иммунопатология возникала. А здесь нет такой вероятности? Я не знаю. И обычно это проходит минимум полгода. Минимум полгода. Считайте. Полгода, значит это декабрь. В декабре можно получить первые, что в Китае, что в США. В США там, правда, Fast Track сделали для этой вакцины Moderna. Что она пойдет чуть ли не по прямой. Ну вот, без всяких ограничений. Вот, считайте, декабрь минимальная вещь. Декабрь. Вот, если в декабре будет показано, что да, там более-менее все безопасно и действует, тогда можно переходить уже к масштабированию производства. То есть это 21-й год. Давайте потерпим. Это вообще-то обязанность государства защитить человека от смертельной опасности. Но если это делается проверенной вакциной, я за. Если это делается, что называется, насильно, вот, ну я не совсем за. Не только у популяции вырабатывается популяционный иммунитет, но и через какое-то время вирус становится менее агрессивным. Вы с этим согласны? И в таком случае можем ли мы сказать, что тогда симптомы и последствия от этого коронавируса в будущем когда-то будут, ну, не такими тяжелыми и не столько будет летального. Дело в том, что совершенно четко доказано, показано эпидемиологами, вирусологами, ну, больше даже эпидемиологами, что сосуществование макро- и микроорганизма, оно меняется со временем. Под влиянием факторов окружающей среды, под влиянием того, что с нами происходит вообще. Вот, но вдоволь ко всему эти два организма, микро- и макроорганизм, они действительно приспосабливаются друг к другу. Они приспосабливаются друг к другу. Ведь вирусу, хоть он не выдает ни мозгом, ничем, ему же надо где-то жить, развиваться. Он не может жить без живого организма. Он живет там в летучих мышах, там, хорошо, да. Но вот он приобрел новую площадку, завоевал, можно сказать, новую площадку. Хоть и мозга у него нет, но у него есть принципы биологии, когда вирус должен внедряться в клетку, там себя воспроизводить. Другого варианта нет. Он не может жить в окружающей среде просто. Он живет только в живом организме. И больше нигде. Значит, он должен этот организм любить вообще-то по-хорошему. Он должен им питаться и воспроизводить потомство на будущее. Это тоже принцип вообще-то живого организма. Не только жить, но и воспроизводить потомство. Либо замереть, как это делают споры, какие-то, как у бактерий это происходит, или у некоторых грибов. И это процесс эволюции. Никуда вирусы, их больше, чем у нас вирусов. Типов вирусов сотни тысяч по разным оценкам. Тысячи, сотни, ну, десятки, сотни тысяч как минимум вирусов. И часть из них живет в нас, живет в нашей популяции. Да, есть, ослабляется, допустим, популяция, иммунитет к вирусу гриппа. Каждые 20 лет возникает новая волна. Или каждый, один из моих друзей и ученых говорит, что каждые 60 лет возвращаются вирусы, которые были, вот 60 лет, допустим, гонконгский был, значит, он возникнет теперь в 2038 году. Будет мощная вспышка гонконгского гриппа. Потому что иммунитет популяции будет утерян. И в это время, значит, грипп должен сделать основную вспышку, распространиться опять по популяции, завоевать эту популяцию вновь. После того, как популяция отработает иммунитет, он опять затих. Это есть принципы эпидемического процесса. Очень хорошие принципы. Слава Богу, что они не продолжаются все время. Эти вспышки. Поэтому они имеют свою динамику. И поэтому я так и смотрю на этот процесс. Спасибо вам большое, Сергей Иванович, за такую беседу интересную, за все ваши комментарии. Гость открытой студии. Сегодня академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Иванович Колесников. И я, Инна Добросовестная. РАН. 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 Продолжение следует...